Андрей Михайлович, с победой. Важная Виктория. Ваш элементарь по сегодняшней игре. Спасибо большое за поздравление. Да, победа очень важная над ближайшим конкурентом. Если касательно качества игры, то провели очень хороший первый тайм. Многое получалось, забили хорошие голы. Но потом был второй тайм. В перерыве долго говорил, что 2-0 счет в футболе – это самый опасный счет, но, наверное, не услышали. То есть мы перестали играть свой футбол, подстроились под соперника. Понятно, и соперник стал оказывать больше давления, но мы сами должны играть от себя. Поэтому второй тайм было тяжело, но ребята все молодцы, дотерпели, учитывая, что два человека на обезболивающих играли. Поэтому за эту игру им респект. Да, и показалось, что во втором тайме, может быть, была какая-то установка контроля мяча, чтобы не отдавать гродинскому небу, но в чем это связано было? Ну, мы в первом тайме хорошо контролировали мяч, и во втором просто мы уже стали злоупотреблять индивидуальными действиями, не вынужденные потери. То есть мы стали играть в два раза медленнее. И после пропущенного гола, было ли в голове какие-то, может быть, экстренные методы, что сделать, чтобы не допустить второго пропущенного гола быстро? Ну, тяжело, когда распускаешь команду, потом что-то, какие-то коррективы нести. Здесь уже футболисты сами должны быть благодарен опытным ребятам, Сергею Матвеевичу, Олегу, которые, ну, я скажу, помогли своим словом, в первую очередь, и действиями на поле. То есть это в этом плане было для ребятам полегче. И хотели бы спросить про прошлую игру с Минском, наверное, одна из самых важных игр второго круга, потому что прямой конкурент и отпустили на шесть очков. Как вообще настраивали команду на ту игру и что не получилось? Ну, тут касательно Минска, здесь больше вопрос в том, что глубины состава. То есть два центральных защитника мы потеряли из-за болезни, плюс в середине игроков не хватало основного состава. А люди, которые вышли, они, скажем так, ну, еще после лицензии тяжело играть с ребятами постарше, где-то не все получалось. Ну, скажем, не все, а очень много не получалось, мы ничего не создавали. Наверное, все-таки испугались соперника, испугались этого места. Но я говорю, ничего страшного в этом не произошло. Сегодня была, да будет, и важная Виктория. Поэтому двигаемся дальше. Сейчас у нас три игры за неделю, поэтому надо подготовиться к ним. И следующая игра со Сморгонией. Здесь уже важно не смотреть, на ком месте Сморгонией, играть от себя и брать три очка. И в первом круге были такие матчи, где команда допускала осечки, теряла очки. Может быть, нашли уже слова, говорили с командой, что нужно сделать для того, чтобы это обучить? Ну, мы не Барселона, чтобы проходить весь чемпионат без потерь. Все теряют очки. Любая команда, которая играет в этом чемпионате, тот же Минск терял очки в начале, плюс преследователи тоже теряют. Это футбол, такого не бывает, что все игры выигрываются. Игра, я бы сказал, наша, русло пошла. Мы взяли инициативу, первый тайм возили их. Здесь полностью по нашим контролям мяч был. Все проходило, длинные диагонали, фланговая передача. И первый гол быстрый забил я. Ну и дальше команда пошла только вперед, в перерыве. Расслаблялись, сказали, опасный счет, надо играть. Дальше забивать голы. Показалось, что было два разных тайма. В первом тайме команды как-то на скоростях действовали, во втором как-то больше. Игра успокоилась, на твой взгляд, все происходило. Ну, во втором действительно чуть отдали мяч в начале. Они начали поджимать, потом сказали то, что ну, так пропустим гол. Вот и один пропустили. Дальше вроде так же взяли мяч под свой контроль, тоже мяч ходил и у нас, и у них. Ну вот, дотерпели. В первом круге Гомель проиграл на выезде Грандинскому Нема, но можешь сравнить как-то эти две игры, как они отличались? Ну, тогда они были сильнее. Ну, дома все-таки свое поле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова